В этот раз мы будем вместе с вами рассматривать очень интересную тему, начало которой мы в принципе затронули в прошлый раз, потому что вполне разумный будет задан вопрос, когда мы говорим о плодоношении, так все-таки, что такое плод? Вот. Наш цикл мы помним, принципы продуктивной жизни христианина. Давайте же определим, что такое плод в Библии. Также хотел еще такой момент, на который обратить внимание. Сейчас в записи вы будете слышать некоторые отрывки в хорошем качестве, некоторые не очень в хорошем качестве. Я принял решение переписать некоторые отрывки для того, чтобы более подробно раскрыть некоторые темы, которые мы рассматривали в воскресенье, но как бы это все относится к этой большой теме. Еще. Библейские тексты, которые будут сейчас стоять у вас на экране, вы можете просто сделать паузу, потому что времени будет недостаточно для того, чтобы их прочитать. Сделайте паузу, внимательно их прочитайте и на вопросы ответьте либо с собой, либо с соседом, кто у вас есть, если вы с кем-то смотрите. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы могли самостоятельно поработать с текстом. Очень хорошо слушать поповедника, учителя, наставника, но хорошо еще, когда вы вместе сами с текстом работаете. Тексты я использовал из современного или нового русского перевода для большего понимания значения текста, поэтому не стесняйтесь, смотрите, размышляйте. В общем, сейчас прекрасная возможность поработать с текстом. Итак, давайте мы сделаем определение плода в Библии. В Библии слово плод, оно имеет значение, вот если вы видите на экране, оно и звучит так, корпос, корпос, сделаем упор на последний слог. Оно есть, ну есть некоторая такая интересная информация про это слово, и вот мы немножечко сейчас о нем поговорим. Первое. В Библии слово корпос употребляется аж 66 раз только в Новом Завете. Представляете, 66 раз это слово употребляется в Новом Завете. Оно имеет абсолютно нейтральное значение, то есть это не только, когда вы говорите слово плод в Библии в Новом Завете, вы говорите про хорошие вещи. Вот так вы можете говорить и про плохие вещи, автор говорит. Это просто обозначение некоего результата. Также в Библии слово корпос употребляется буквально, и буквально оно относится к сельскому хозяйству. Также оно имеет переносное значение, относится к поступкам, результатам труда. И самый большой такой момент, на что обращается в Библии внимание, это на духовное понимание этого слова. В Библии часто это слово употребляется там, где речь идет о духовных моментах. Часто Иисус Христос употребляет язык людей, которые занимаются на поле, полевых работников, для того, чтобы раскрыть какие-то глубокие духовные таймы. Это надо понимать, это надо знать, и вот такое имеется значение. Давайте же сейчас прочитаем два текста из Библии. Первый будет в начале, потом второй будет в конце. Что Библия говорит и где употребляется слово плод в Святом Писании. Да, кстати, можно будет, Анечка, можно взять с собой микрофончик там? Потому что у меня идет запись, потом если кто захочет посмотреть, то лучше, чтобы микрофончик дали. Друзья, очень интересный текст. Очень интересный текст. Произошла ситуация. Приходишь и и тут, например, люди. Говорят, слушайте, у нас такое произведение. Собрались правоверные иудеи в храме помолиться. И тут, понимаешь, вот этот вот Пилат, этот вообще необрезанный язычник, приказал убить. И прямо их там убили в храме. Представляете, пришли люди помолиться, а их там всех и убили. Вторая ситуация. Иисус упоминает ситуацию, которая тоже произошла. Когда была некая Силамская башня, которая упала и забавила 18 человек. Две трагедии. Гибель людей. И тут он открывает одну очень глубокую духовную истину. О которой мы сейчас с вами будем говорить чуть позже. Друзья, у меня есть к вам предложение. Кстати, вот эта вот, вот эта картинка, она как раз повисует. О том, как, вот смотрите, стоит Тайдан, стоит работник. Инжир. Значит, и вот, значит, что... Три вопроса, да? Да, три вопроса. Что я вас попрошу сделать? Повернитесь, пожалуйста, к своему соседу. Желательно по два человека. Значит, не надо там в группы. Чем больше людей, тем дольше это будет. Повернитесь, пожалуйста, к соседу. И у меня просьба с ними немножко поговорить. И ответить друг другу, как бы, на несколько вопросов. Вопрос первый. О чем эта притча? О чем эта притча? Ну, я немножко уже об этом поговорю, да? Вот есть библейские тексты. Они у вас есть. Вы можете подстать еще раз, напомнить. Второе. Кого в этой притче символизирует смоковница, плод, садовник? Как вы думаете, исходя из этой притчи? Третий вопрос. Что ожидает Бог от них? Четвертый вопрос. Что может произойти, если в жизни человека нет плода? Четыре вопроса. Вот по два человека, ваш сосед, может быть, Ромчик с кем-то может присесть. Или, ну ладно, давайте вдвоем. Ну, или так вот вдвоем. Ребята, пожалуйста, у нас пять минут буквально. У нас будет два таких блока, вернее, три. Вот это первый блок «Поговорить» называется. Блок называется «Апоговорить». Пожалуйста, пять минут, и пусть мы друг с другом поделимся. Четыре вопроса. Ну ладно, спасибо. Пост Excelente. 52. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, что Бог ожидает? Мысли, да? Первое. Человек-хозяин. Человек-хозяин – это Бог-отец. На земле, которого растет дерево. Каждый человек, который пришел на эту землю... Друзья, это не наша земля. Нам ее дали во временное пользование. Мы – квартиранты все. Это просто аксиома. Это даже не теория. Мы пришли, мы пожили и мы ушли. Земля принадлежит Богу. Он – создатель, хозяин, творец этой земли. Он – хозяин этой земли. Все. Это аксиома. На земле, которого растет дерево, человек. И он ожидает плода. Бог ожидает плода от человека. Бог – хозяин этой земли. И он обидает человеком, как человек использует эту жизнь. Это говорит об этом притча. Это говорит Библия. Это не я придумал. Инжир. Инжир – это человек, живущий на земле Бога. Все очень просто. Причем, вот если вы заметили, там такой акцент интересный. Господин говорит, слушай, вот живет вот этот инжир уже три года. Он говорит, слушай, ну, наверное, ты его срубил, потому что он зря место занимает. Да, вот как бы Бог обращает внимание, что человек использует данный ему ресурс напрасно. Ну, так пусть тогда его надо убрать. Пусть тогда кто-то другой появится, кто принесет пользу. А смысл тогда просто так вот, как говорится, изменяется. Третье момент – винограды. Но, кстати, вот если вы почувствовали вот разницу между господином и работником, вот как они друг с другом взаимодействуют. Смотрите, господином как бы подходит вопрос достаточно, ну, принципиально, по деловому. Вот стоит, значит, инжир, плодов не приносит, ну, давай очистим землю, что-то другое посадим. А какая эмоция вас посещает, когда работник начинает разговаривать с господином? Что вы ощущаете на такой момент? Любовь. Да, милость. Вот здесь предстает, вот идет диалог, например, между Богом Творцом, Богом Отцом и Иисусом Христом. И Христос просит господина, он говорит, давай мы еще ему вводим шанс. Ну, пусть еще, а может через год что-то какая-то польза от него будет. И тогда Иисусу не будет. А, второй момент. Иисус Христос говорит, я сделаю, я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы он принес в воды. Что Иисус Христос предложил сделать? Удобрить, да. То есть Иисус Христос предлагает Господину удобрить это растение, чтобы дать ему еще возможность. Ну, в противном случае, говорит, ну, если год пройдет, я могу сделать все, что могу, да? Четвертый момент. Плод – это признать себя грешником, прийти к Богу, покаяться, жить для него. Вот в этой притче буквально. Помните, был такой момент, когда мы говорили, там, Библия, яма Богоспода. Ян Креститель, да? Как он говорил, в Парисеи, на книге, там он говорил вам такую фразу. Он говорит, совершите досойный плод покаяния. То есть, что это значит? Значит, покажите перемену в вашей жизни. Одно дело словами сказать, ой, Боже, это происходит, я у нас все, я у него это грешно, я грешно, короче, а живу, как и раньше. Жизнь не меняется. Так вот это называется недостойный плод покаяния. Нет результатов. Ян Креститель говорит, совершите достойный плод покаяния и покажите вашей жизни, что вы живете по-другому. Вы переосмыслили, что вы хотите жить для него, для Бога. Какое можно сделать небольшое такое заключение и резюме? Все отрицание своей греховности и нежелание жить с Творцом, это выбор человека, который приводит к погибель, к смерти. К сожалению. Если человек, вот представьте, человеку дается там отрезок жизни, отрезок резицы. Вот Анечка в прошлый раз, она очень классно задала вопрос, мы когда говорили вообще, он, знаешь, Анечка, ты говоришь, а в чем вот этот человек родился в мире? Может, он там композитором родился, может быть, он там спортсменом, в чем его плод? Но, по сути, вот эта притча сужает вот этот вот спектр к одному очень важному моменту. Человек, который родился в этот мир, Бог от него ожидает переменные мышления, переменные жизни. Но надо покаяться. Это самый главный плод, который должен сделать любой след живущей на земле. После которого уже появляются другие плоды. И вот сейчас мы начинаем с этого. Понимаешь, Анечка, да, ты в прошлый раз рассказала, и мы немножко об этом говорили, вот, знаете, вот, ну, как бы догоняйся, вот этот момент. Что это значит, друзья? Это значит, первое, это очень большая ответственность. Гордом должен быть, и это мы не живы в этой земле. Извиняюсь, извините, друзья, вот такую немножко таптологию, но мы как бы голыми пришли в этот мир, мы как бы в таком состоянии, в костюме, в костюме Адама и Евы мы отсюда и взялись. Сколько бы в наш гроб там денег не засыпали, долларов не вкладывали, успехов мы не принесали. Вот возьмем нашу королеву Елизавету. Да, это богатейший был человек. У нее состояние, вот я помню, как-то был такой момент, как-то оценили состояние королевы Елизаветы, то согласно как бы статистике, если взять ее состояние, то она, город Лондон, мог бы жить на эти деньги пять лет. Пять лет жить в город Лондон на те деньги, которые имеет королева Елизавета, имела бы. Теперь вопрос, что королева Елизавета с тобой взяла? Не копейки. Все, человек пришел, сделал вклад в историю и ушел. Все, бог дал человеку отрезок времени и человек ушел. Бог дает человеку шанс. Поэтому очень важный момент, просто проанализировать свою жизнь и подумать, ну, мне бог дал эту жизнь, я живу на его земле, это не мой ресурс. А как вообще моя жизнь? Вообще бог как бы, что он вообще думает об моей жизни вообще? Действительно, он получил то, что он ожидает. Это об этом стоит поговорить. Если человек на неделе, он не хочет жить в городе, это человек, это выбор. Это все, это выбор, это он принимает решение, ну, человек, собственно, не хочет жить в городе. И человек просто, он идет медленно, он просто идет победить, к сожалению. Друзья, следующий текст, Анечка, можете попросить прочитать? Вот там микрофончик даже. Теперь мы перемещаемся плавно в христианскую жизнь. Это мы говорили вообще о всех людях, живущих на земле. А теперь мы перемещаемся в христианскую жизнь. Пожалуйста. То же самое. В таком же формате, с соседом. Кстати, у вас очень классно получается, вы молодцы. Активно принимаете участие, это очень радует. Три вопроса. Вопрос номер один. Кто такой виноградарь, ветвь и лоза? Виноградарь, ветвь, лоза. Вопрос номер второй. Что ожидает Бог от христианина? Уже мы сейчас сужаем немножко наш спектр. То есть мы говорили про всех людей, сейчас мы говорим про христиан. Какой результат бесплодной христианской жизни? Какой результат ждет бесплодную христианскую жизнь? Три вопроса. Текст есть? Можете тоже к тех, кто немножечко поработать, поразмышлять. Поделиться. Пожалуйста. Пять минуток. Итак, что же ожидает Бог? Что же ожидает Бог? И мы уже рассматривали вот этот вот текст в контексте того, что это относится к верующим людям, к христианам. Первое, что хотелось бы сказать, что виноградная лоза ассоциируется в этой истории с Иисусом Христом. И, возможно, вы уже, когда читали этот текст, вы уже его просмотрели, вы обратили внимание, что здесь есть несколько таких очень важных героев, на которые Библия обращает внимание. И вот один из этих героев является виноградной лозой олицетворения Иисуса Христа. В прошлый раз было видно, что Иисус Христос олицетворялся с виноградарем или работником. Следующая ветви. В ветви, как уже было, тоже исходя из текста, видно, что речь шла о последователях Иисуса Христа, либо о христианах, либо о верующих. В общем, все люди, которые ассоциируют себя с Иисусом Христом. Важно также обратить внимание на то, что первая часть этого текста, которую мы читали, написано, что Иисус Христос обратился к тем, кто пришли из Галилеи, к галилеянам. То есть речь шла тогда, и обращение Иисуса Христа было к людям, которые вообще его слушали. Если посмотреть на Иоанна 15 главу, то можно сделать вывод, что здесь конкретно речь обращена, или вот эта история обращена к его ученикам. То есть это речь идет о людях, которые знают Иисуса Христа, которые следуют за ним. Соответственно, и ветви также здесь, они раскрывают идею того, что это люди, которые знают Иисуса Христа. Виноградарь. Бог-отец, который ухаживает за ветками на лозе и следит за плодоношением. Виноградарь это тот, который является хозяином этой земли, это тот, который следит за всем процессом, и он наблюдает, как растет эта лоза, как растут ветки, какие дают они плоды. И тут мы подходим к самому интересному. Почему? Потому что иногда у людей складывается такое впечатление, что быть христианином, это, ну, Бог уже рад и доволен тому, что мы себя назвали христианом. И, наверное, Бог очень счастлив от этого. И мы себя чувствуем с чувством выполненного долга, что вот я все-таки признал Иисуса Христа своим спасителем, ну и могу себя спокойно заниматься теперь своими делами. Оказывается, в этой истории совершенно другая картина, совершенно другие ожидания. Единственное, что оказывается, виноградарь ожидает от ветки плода, он ожидает урожая. И вот урожай также здесь рассматривается прежде всего как внутренний плод, так и внешний плод. Внутренним плодом является то, что Библия называет плод Духа Святого. В Галатам 5 глава, 22-23 стих о плоде Духа Святого написано, что это мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, воздержание, любовь. То есть это те все плоды, которые должны наполнять сердце христианином. Как определить, действительно ли есть эти плоды в человеке, внутри, в сердце? Обычно они проверяются в определенных экстремальных ситуациях. Вот представьте, вы едете, например, за рулем, и вас подрезает другая машина, и из ваших уст начинает проистекать слова благодарения. Наверное, я так надеюсь. Да, ну в общем, будет проистекать то, что наполняет ваше сердце, и мое в том числе. Либо кто там сделал какую-то некомфортную ситуацию, либо, ну извиняюсь, наступил на ногу, да, там и так далее, и так далее. То есть обычно плоды проявляют себя в тех ситуациях, когда маски сброшены, когда человек не может контролировать волей себя, он обычно тогда проявляет свою натуру, свою сущность. И вот оно начинается с внутреннего плода, состояния сердца, и выражается уже в делах. То есть вот дела – это уже продолжение вот этого плода или результата жизни христианина, и обычно оно выражается в поступках, в каких-то, может быть, решениях, которые человек принимает. И вот апостол Павел, Иисус Христос до этого еще тоже в Евангелии очень много говорил о том, что не может дерево хорошее приносить плоды плохие, и не может дерево плохое приносить плоды хорошие. Не может, например, яблоко принести виноград, а виноград не может принести, например, колючки. То есть это абсолютно взаимоисключаемые вещи. Можно попробовать сыграть или обыграть как будто бы хороший аллилуйчик, но надолго этого, в долгую, как говорится, этого не хватит. Поэтому человек все равно рано или поздно он раскроет свою внутреннюю натуру. Если человек не пребывает во Христе, он духовно угадает. Единственный способ, каким образом можно производить плоды, духовные плоды, это только если человек находится в изединении с Иисусом Христом. Как это работает, как это происходит, мы будем рассматривать в следующих пропоедях, об этом будем говорить более подробно. Потому что сейчас мы говорим, вообще раскрываем идею вопроса, что надо делать, а потом мы будем говорить и раскрывать идею, как этого достигнуть. И вот человек обычно, который пребывает в Иисусе Христе, он находится в единении с Иисусом Христом, он начинает приносить плоды. Один из способов, как Бог помогает нам приносить плоды, он начинает допускать в нашей жизни какие-то испытания. Обычно в экстремальных ситуациях человек начинает либо расти, либо увядать. Либо под грузом заботы, проблем и переживаний человек начинает внутренне страдать. И это приводит к тому, что человек увядает, он теряет энтузиазм, волю к победе. Либо человек наоборот, он пересматривает свою жизнь, принимает соответствующие решения, молит Бога о прощении, о силе. Понимая, что сам он изменить ситуацию не может и с доверием с Богом, с верой, он начинает прорваться вперед и в человеке начинает произрастать плоды. Бог подрезает лишнее, он убирает лишний шлак в нашей жизни для того, чтобы дать нам возможность расцветать, для того, чтобы мы были плодоносцами. Но если человек не прибывает в христиан, не хочет с Богом развивать отношения, он начинает увядать, он начинает духовно погибать. Это естественный процесс. Если вы когда-то были в случае, когда вы работали в саду и замечали такое явление, где стоит ветка, которую надо отрезать, вы ее отрезаете, бросаете в сторону. Какое-то время оно еще на ней есть зеленые листочки, оно еще вроде бодрится, эта веточка, но уже со временем вы видите, что веточки без жуительного сока начинают увядать, а со временем начинают засыхать и отмирать. И ветка становится сухой. Сухие ветки собирает и бросает в огонь. Духовное отмирание или духовная апатия заметна по отсутствию плодов духа, внутренних и внешних. Как правило, в человеке, который духовно отмирает, в нем наблюдается духовная апатия, в нем пропадает духовный интерес. В этой стадии очень важно обратить на это внимание и, конечно же, начать делать определенные действия. Прежде всего, самое важное действие, человеку необходимо восстановить отношения с Богом, восстановить отношения с источником живительной духовной силы. После чего уже работать над плодоношением. Видите, часто у нас бывает как? Когда пропадает у нас любовь, радость, мир, появляется какое-то уныние, апатия, мы начинаем себя бодрить. Мы начинаем искать возможность, как себя отвлечь, где отдохнуть, где на отдых. Но оно помогает, но ненадолго. Эмоционально оно поддерживает, подкрепляет, но приходит момент, когда человек увядает. Почему? Потому что проблема является духовной. Она не эмоциональная, она не психологическая, она духовная. И духовные проблемы надо решать при помощи духовных инструментов. Самый лучший инструмент для решения духовных проблем – это соединение со Христом, соединение с Богом. Воссоединение. Вот, в принципе, то, что мы можем сказать про плоды, которые касаются верующего человека или христианина. Какая сейчас задача? Наша задача тоже поделиться в группах. Может быть, остаться наедине с самим собой и ответить на два вопроса. Даже три вопроса. Первый вопрос. В какой из этих двух притч или двух историй вы находитесь в себя сегодня, сейчас? Где вы? Определите ваше состояние. Второе. Что мешает вам жить более плодотворно для Бога? Как в первом случае, так и в втором. И третье. Какой шаг вы можете предпринять уже сейчас, чтобы жить более эффективно для Бога? Подумайте, помолитесь. Пусть вам Бог поможет принять соответствующее решение. Друзья, в принципе, на этом у нас закончилась проповедь, общение. И предлагаю помолиться и поразмышлять на этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok